Привет, друг! С тобой, как всегда, я Антон Павлинов и проект Фудхакер. И сегодня мы с тобой будем смотреть лучшие и самые интересные футбольные вайны за прошедший месяц, которые так или иначе будут связаны с трюками, где я буду делиться своим впечатлением, мнением, ну и какими-то знаниями в области фентологии. Ладно, в общем, долго тянуть не будем, можно приступать. А видео я буду искать в таких крупных тематических инстаграм-профилях, как Iamafrestyler, 433, Panahouse и Tankers. О, свежий фристайл от Криштиану. Прикольно. Ну, он сделал с подъема. Трюк средний между хатовым и реверс-кроссовером. Ну, подбросил вверх и зажал в колени. Самая быстрая травма, полученная, выйдя на замену. Блин, извините, это не трюки, но это смешно просто. Нелепо и забавно. Все, продолжаем. Ищем трюки, ищем финты. Во, во, сейчас покажу классный видос. Это чувак, я его видел, конечно, потому что я на него подписан. Очень опытный игрок в Panahouse из Британии. В очередной раз сделал какую-то лютую комбинацию, завершив какой-то оригинальной аккой. Ну, акка это финты в воздухе, вы помните. Вот, вот, смотрите. Блин, это реально очень сложно. Кстати, вы же помните, если под этим роликом собирается просто огромное количество лайков, то я должен буду это повторить. Но, блин, честное слово, мне кажется, комбинация такого уровня достойна цифры в 10 тысяч лайков. Блин, ну мне, чтобы ее повторить, придется реально тренировать день и ночь, наверное. Часами напролет. Поэтому, я даже надеюсь, что вы не соберете столько лайков. У меня нет столько свободного времени и сил, я не знаю. Хотя, хотелось бы повторить в какой-то степени. Но, все у вас в руках, вы помните. Прикольно, интересно. Ну, мне кажется, это очень легко. Это не сложно. Это тоже можно включить. Следующий ролик, где я буду повторять вирусные видео. А вы, в свою очередь, пишите в комментариях, какие из сегодняшних клипов вы бы хотели, чтобы я повторил. И, может быть, разобрал и научил вас им. Ребят, ваша обратная связь в комментариях. Ой-ой-ой, просто божественно. Вот за что я люблю мини-футбол, это за то, какие комбинации там иногда раскатывают, чуваки. Это просто, просто наслаждение для глаз. Бесподобно. Не знаю, как это отрабатывается на тренировках. То есть, блин, сколько из пасов было, надо считать и деле. Не знал, что в Грузии так хорошо развит мини-футбол. Просто браво. Бразильский, типичный бразильский пляж. О-о-о, вот этот рикшот, вот этот рикшот. От девушек, ну как так, обо мне. Эх, аж захотелось Южную Америку. О, конечно, я видел этот клип. Мне кажется, самый креативный и самый сложный способ закинуть мяч себе на шею, просто зацените. Что вы думаете? Блин, просто блеск. Педриньо, просто чумовой фристайлер из Бразилии. Постоянно чем-то удивляет. Каждый раз обожаю его, просто обожаю. О, прикольно. Как обидно, как обидно. Чувак сделал такое классное движение, а его просто остановили локтем в лицо. Так не делается. Йоу, чувак. Слушайте, а финн, правда, очень крутой. В общем, какой-то оригинальный сомбреера. Ну, вы помните, сомбрееры перебрасывают мячом через оппонента. Мне кажется, нужно будет попробовать. Или сделать даже обучалочку на это. Охренеть. Вот это, это шедевральная Робона. Очень странный. Я думал, чувак уже передумал гол забивать, что-то начал отходить. Обыграл вратаря. Вернулся к линии штрафной. И ударил Робоной в самую паутиночку. Аплодисменты. О, это Марко. Да, да. Я давно знаю про него, видел его аккаунт и вообще просто обожаю этого малого. Потому что, блин, он ростом меньше, наверное, чем мяч, который набивает. Я вообще очень люблю показывать его видео парням из своей школы или вообще начинающим фристайлерам, футболистам, которые не умеют набивать и быстро расстраиваются ищут какие-то отговорки, говорят, что обувь неудобная, мячик слабо накачан или еще мы молодые. Вот, блин, пацану. Мне кажется, это пацан в 3 года, по-моему, я не помню, или в 4 года. Ну, короче, вот будучи вот таким вот маленьким, он набивал 100 раз. Уже 100 раз. Это аж просто охренеть. Конечно, можно сделать скидку на то, что он из Бразилии, но это не должно играть роль, я вам скажу. Ой, сочно, просто сочно. Ну, это Лямси. Это легенда, легенда уличного футбола. Один из основателей. Очень крутой чувак, и он еще в деле. Ого, блин, офигеть, я вообще, честное слово, всегда поражаюсь. Я не понимаю, как можно бить через себя на паркете, то есть на твердой поверхности. Это ж охренеть, каким нужно быть либо отбитым, ну, либо, я не знаю, наверное, человеком, который очень много отрабатывал, оттачивал технику, приземление. Честно говоря, хотелось бы научиться. Прыгать так же, как человек-паук, и приземляться безболезненно. Еще раз. Кайф, кайф. Ладно, жалируйте апельсином уже в прошлый век. Мячик для гольфа? Не думаю, что намного сложнее. Где найти мячик для гольфа, чтобы попробовать? Я ни разу не видел, чтобы его продавали где-нибудь в Спортмастер или там еще в каких-то спортивных магазинах. Ну, Буци чеканить, это, конечно, сложнее, чем все остальное. Ммм, интересно, какой рекорд смогу поставить? Не, больше интересно, какой рекорд был бы у Месси, чеканя Буци, чтобы его можно было побить. Я не знаю, может, где-то есть видео? Если есть, скиньте мне в Инстаграм. Неймар и Сиан. Кстати, видел я на Ютьюбе, смотрел у Сиана видео, где он встречался с Неймаром. Там у них было буквально 5 минут снять кадры в Инстаграм. Типичный бразильский трюк от Неймара, сомбреро. И Сиан ловит между ног мяч встав на одну руку. Кстати, хотелось бы вам научиться этому другу или нет? Мне интересно. Это довольно-таки своеобразный, именно фристайлерский трюк. Естественно, футболе вам не пригодится ни в коем случае. Но если вы хотите удивлять друзей, а может быть вообще стать фристайлером и участвовать там в чемпионатах, в турнирах, то этот трюк можно взять на вооружение. Нифига девчонка классно разобралась. Во, кстати, обязательно, я думаю, в следующее видео, где я повторяю вирусные видео, я должен буду вставить вот этот кадр в своем исполнении, потому что просто офигеть, как много раз вы скинули мне в директ его. Все, я увидел, я услышал ваши просьбы. Ребят, все будет. Бринджер. Очень опытный фристайлер из Норвегии. Я вам больше скажу, это, наверное, мой самый любимый. Ну, он входит в топ-2 моих любимых фристайлеров в мире вообще. У меня даже когда-то с ним баттл был в далеком 2013 году. Мастер Джордан Стола. Это трюк, когда вы спите на руках и держите мяч на подошве. И удар в самую девяточку. Найдите мне видео, где пенальти в 9 забивают более изощренным способом. Мне кажется, невозможно найти. Блин, классно. Блин, интересно, сколько здесь человек? Вот знаете, чего бы я хотел? Я бы хотел, чтобы все мои подписчики, которые научились делать АТВ стабильно, что очень важно, стабильно, собрались бы так и сняли бы такой же кадр. Надеюсь, у нас было бы больше, чем ребят на этом видео. Выглядит атмосферно. Очень по-фристайлински. О! А здесь у нас какая-то. Ладно, дам вам заценить комбинацию. Тем более, что ее репостнул профиль АЯМА фристайлер. Я над ней старался. Мне кажется, она классная, реально. Я не все, далеко не все свои трюки могу похвалить. Потому что я вообще, я очень самокритичный. Но эта комба очень сочная, по-моему. Кстати, если хотите больше видеть трюков в моем исполнении, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в описании. Ладно, на сегодня, думаю, можно заканчивать. Ребят, если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк. Вам не сложно, мне будет приятно. Тем более, что мне реально очень нравится такой формат. И, конечно, было бы круче, если бы вы были не с той стороны экрана, а вот сидели бы мы все за одним столом. Что, конечно, невозможно, но все же было бы прикольно. Потому что мне нравится поговорить, обсудить такие вещи. Я надеюсь, вам нравится тоже. А если ты, друг, впервые на нашем канале, то чтобы не пропускать самые годные видео о футбольных трюках, я советую тебе нажать на колокольчик и, конечно же, подписаться на канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok